Каждый его удар становится опасным, просто опасным. Представляешь, что это стенка, и ты ее хочешь пробить. Сам вид единоборства бокс, он по менталитету подходит к дагестанской молодежи. В 25 я только стал первый раз призером страны. Причем я же. Я убежденно могу сказать, что лучшей советской школы бокса нету. Бокс мне нравился с детства, потому что, как все ребята, хотел быть сильным, постоять за себя. Кумир мой был, это Майк Тасян. Он мне нравился, потому что он такой физически сильный был, всех в нокаут, нокдаун отправлял. До 13 лет я не ходил на никакую секцию бокса, потому что где я жил, там не было бокса. Потом мы переехали всей семьей в Адыгею, это рядом с Краснодарским краем было. И первая моя тренировка была в Краснодаре. В 13 лет я пошел на бокс, меня записала мама. С 13 лет я начал заниматься боксом. Когда я пришел на бокс, я не знал, что такое стойка левая, правая. Я становился в правше всегда, дрался. Бил одной передней рукой. На соревнованиях говорят, почему ты бьешь только одну? Я говорю, она же у меня сильная. А я становился в правшу. Я говорю, она у меня просто сильная. Потом тренер после соревнований, ну 5 своих соревнований подряд я проиграл. Это очень, конечно, печально. И потом, когда после 5 соревнований тренер говорит, ты левша или правша? Я говорю, я левша. Он говорит, а почему ты в этой стойке держишься? Я говорю, что она же сильная, я ей бью, говорю. Он говорит, нет, так не должно быть, ты должен поменять стойку. И вот как он мне поменял стойку, я уже 6 соревнований свои выиграл. Я с Вадимом Усаевым работал где-то 7-8 лет назад, наверное. Мы тогда работали в молодежной сборной России, только приняли команду. И вот ко мне обратился товарищ, наш очень близкий друг, который его опекал тогда в Краснодаре, чтобы я взялся за него. То есть, ну, такая работа у нас была всегда очень хорошая работа. И с ним очень удобно работать, потому что боксер знает, что хочет, для чего он этим занимается. С четкими целями боксер, поэтому работать всегда было просто. Покажу вам на мешке, как я отрабатываю передний боковой удар. 3-4 раунда я работаю только одной передней рукой. Боковой, отрабатываю боковой удар. Не надо бить, все, например, бьют, вот, ударили, все. Ну, не вкладывают ни плечо, ни корпус, ни ногу. Я, например, когда бью мешок, я представляю, мне, как мой тренер говорил, представляют, что это стенка, и ты ее хочешь пробить. И вот я мысленно представляю, и вот я вкладываю, всю ногу разворачиваю, плечо и корпус. И вот думайте, что вы хотите пробить мешок, и вкладывайте со всего как бы удара. Я так отрабатываю 3-4 раунда. Вадим сказал, что вы научили его кулак заворачивать. Почему это важно, можете так сказать? Ну, это важно по многим причинам. Во-первых, это, если не завернуть кулак, можно элементарно травмировать кисть. А рука является рабочим инструментом боксера. Она должна быть здоровой, крепкой, ее надо оберегать. Для этого, конечно, надо заворачивать кулак. И также очень важно, если не завернул кулак, жестко не ударил. Ну, просто есть люди, которые говорят, что нужно вот прямо держать кулак, именно вот прямо, чтобы он был. Нужно держать кулак на том уровне, чтобы никаких амортизационных действий не было, чтобы он уже как-то клин стал туда, понимаете, чтобы опору создать правильную. Тогда удар будет жестким. Если же кулак будет кисть болтаться будет, или она уйдет вверх, или она слишком сюда уйдет, или в сторону, тогда, ну, скорее всего, будет жесткая травма. Если же наносить удар правильно, выложить плечо, вот как бы слово проткнуть хорошее, знаете, проткнуть туда до конца, тогда это мощный, хороший удар. Если же где-то вы оставили плечо сзади, или там нога у вас не выключилась, вы как бы у себя удар украли, самортизировали, удара не будет. Вот над этим мы, кстати, с Вадимом очень много уже сколько лет работали. Сейчас мы вот именно подошли к тому, что каждый его удар становится опасным, просто опасным. Вот, мощный стрелок, это мощный удар. Если он здесь будет сломан, удар уйдет. Если будет здесь сломан, уйдет. Если будет плечо, останется там. Что это самортизирует? Поэтому задача синхронно, правильно, прямо туда его ставить. В первые пять соревнований, когда я выступал, на первые меня ждали родители, все ждут на улице, я говорю, я проиграл. Вторые, они опять ждут, я говорю, я проиграл. Третий, опять ждут, я говорю, я проиграл. На четвертый уже меня никто не ждал, я тоже проиграл. И, короче, после шестых моих соревнований я как бы выиграл. До 25 лет я не выигрывал никаких крупных соревнований, мне уже было 25 лет. И все говорят, о, тебе уже 25 лет, старый, надо завязывать, идти работать. Ну, я люблю бокс, до сих пор тренируюсь, мне 31. Возраст это не помеха. Мне кажется, с возрастом я становлюсь все сильнее и крепче. Потому что я выхожу с ребятами, которым там, ну, 25, 23. Мне кажется, они еще слабые, неокрепшие. Вот это тот возраст, 30 и выше, мне кажется, я только начинаю себя чувствовать сильнее, вхожу в форму. У меня сейчас профессиональная карьера боксера. Пока у него шесть боев, все без поражений, удачно все идет. Два года находился в Америке, провел там несколько боев, тоже удачных. Сейчас он здесь, и мы хотим уже у себя на родине, в России, хотим здесь стартовать именно в профессиональном боксе. Хочу показать, как я бью по печени. Не, не, бошу бей. Встречу туда, оп туда. Мы боксируем, ногу раздергивать, раз туда. Получается на дистанции. А чтобы ударить снаружи, надо подойти на более ближнюю дистанцию, как бы уйти и ударить. Дольше получается, как бы надо уйти в сторону, ударить. А это более эффективный удар, ну, для меня как бы, для левши. И он бьет, оп, оп. Чуть-чуть в сторону надо сместиться, чтобы эта рука не попала вам в голову. Увести гол. Да, увести гол. Как бы и опасный удар, и эффективный. Надо нарабатывать. С первого раза тоже так не получится у вас. Ну, почему сегодня вот боксеры Дагестана, они... В лидерах. В лидерах, да, так скажем. Ну, я скажу, что боксеры Дагестана в лидерах уже не сегодня, а они уже в лидерах, наверное, ну, наверное, с года 2000-го. С тех медалей, которые завоевывал Гайдарбек. Гайдарбеков взвал эту медаль на Олимпиаде, серебряную на Олимпиаде. Две медали Гайдалов, Тимур, чемпион мира. И у нас много-много ребят. Там Селимов, Альберт и так далее. Много ребят. И много ребят, кстати, завоевало много хороших медалей дагестанцев за другие страны. Это Меджинова, Магомед Аксул, трехкратный чемпион мира. Это Магомед Алибгайжиев, финалист Олимпиады. Это все воспитанники дагестанской школы бокса. Магомед Амаров, чемпион Европы. Очень долго перечислять. Поэтому бокс в Дагестане всегда был. Но сегодня ситуация намного лучше у нас развернулась. В чем причина у нас? Огромная категория выросла перспективных, хороших тренеров. Я все-таки считаю, что это главное богатство республики сегодня. В 25 я только стал первый раз призером страны. Я очень радовался. Мне выдали форму. Я такой самый счастливый был, когда мне выдали форму. И все ребята просят, говорят, дай форму, дай форму. Я говорю, нет, пацаны, это моя первая форма. Я никому ее не дал. В 26 стал призером. В 27 у меня не получилось. В 1-8 попал. И в 28 я первый раз выиграл чемпионат. Стал первым. Это чемпионат был отбором на мир. Поехал на мир. Это мой первый был мир в 28 лет. Все говорили, что я уже возрастной боксер. И мне предоставили такой шанс. Некоторые ребята уже 3-4 мира проходят в моем возрасте. И как бы не добиваются результатов. Ну, я считаю, что я не упустил свой момент. Да, в финале чуть получилось не так, как я хотел. Я чуть в себя поверил. Недооценил может соперника. И получилось, что получилось. Я доволен своим результатом. Первый раз. Это первый раз мой мир был. Вы ездили и тренировались в Америке. И много тренировались в России. Вот скажите, в чем отличие тренировок боксеров в России и Америке? Ну, с Вадимом в Америке я не был. Я до этого бывал в Америке. На подготовке султана я погибал. Смотрел очень много. Я убежденно могу сказать, что лучше советской школы бокса по постановке техники, удары, защиты. По всем этим моментам лучше советской школы бокса нет. И американцы тоже об этом знают. Просто система подготовки у них другая. Они как бы, понимаете, они как бы ближе к земле. Темнокожие боксеры в основном там боксируют. Поэтому методика подготовки абсолютно другая. Но, опять же говорю, если бы этих же, ну, скажем, грубо материал этот, вот этих ребят молодых, вот, темнокожих, дать нашим тренерам и поставить в наши условия работы, то много звезд появилось бы, поверьте. А давай сейчас видим боковую. Отсюда? Да, вот это вот здесь как раз у нас. Все. Вот смотри. Вот ты зашел сюда, ударил, хорошо все. А здесь у тебя вот такое движение такое. Ты должен здесь за счет только разворота вот этого. Вот только за счет этого разворота бить. Не надо выходить. Не надо делать какие-то вещи. Просто вот ты вошел, коротко плечом вышел. Все. Тогда он будет не видно. Назад тянешь, не заворачивай локоть. Плечом бьешь. Вот. Вот. Сейчас я перешел в профессионалы. Попросила у меня 6-0. В Америке был, два боя провел. Тоже выиграл все в первом раунде досрочно. Я считаю, что сегодня такой боксер, как Вадим Усаев, может соревноваться с любым топовым боксером в любой версии. Не говоря уже о российских боксерах. Я очень уважаю наших боксеров российских. Очень знаю, какой это тяжелый труд. У нас целая бригада хороших боксеров. В этом весе это и Раджа Бутаева, Махмудов, Шахабас. Курбанов Магомед очень перспективный. Хороший боксер у нас есть в стране. Мне кажется, что Вадим в этой компанию влился бы и не думал, что он кому-то может поступить. Собственно говоря, мы готовы в своей весовой категории сегодня боксировать с любым боксером. К чему, собственно говоря, мы и стремимся. Вот здесь находимся на сборах в горах при Эльбрусе, в Терсколе, на базе, которой уже приезжаем сюда порядка 14-15 лет. По-моему, с 2009 года первый раз мы сюда приехали со сборной страны, с национальной сборной командой тогда еще. И с тех пор вот мы регулярно ездим на эту базу. Очень рвались сюда, потому что два раза в год здесь быть очень полезно для действующего спортсмена, который занимается именно спортом высших достижений. Нужная высота, нужна гипоксия. И та работа по функциональной подготовке, которую мы с Вадимом здесь проводим, она даст хороший заряд на какой-то край истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова